Всем привет! С вами беседа об архитектуре и сегодня у меня знаменательный день долгожданная долгожданная беседа с Сергеем Александровичем Скуратовым. Сергей Александрович, здравствуйте! Привет, Антон! Спасибо большое еще раз за то, что нашли время и дали мне эту возможность организовать эту беседу. Мы организуем эту беседу по принципу, который уже обкатан в таком формате, то есть это семь направляющих вопросов, семь направляющих тем. Я сейчас их быстро зачитаю, а потом мы их раскроем. То есть первая тема — это становление, вторая тема — это модернизм в архитектуре, третья — мост между какими берегами, четвертая — человек и его место в городе, пятое — материал как пятое измерение, шестая тема — что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, и седьмая тема — это Сергей Скуратов. Начнем с первой темы — это тема становления, то, как я ее подраскрыл, это становление, как проистекала эволюция вашего архитектурного языка, какими вехами в личном развитии, историческом развитии страны совпадали моменты перехода в новое качество. Ну, по сути, это вот дальше уже просто вербально раскрою. Я когда смотрел ваши разные проекты разных лет, причем начиная с 80-х, я видел, что вы проходили через этапы визуальные, графические, выраженные уже в архитектуре. И этапы можно, если какие-то ярлыки навешивать, такие стилистические, то можно назвать деконструктивизм, постмодернизм, современный международный стиль. И то сейчас, что делаете вы, что по-другому как скуратовский стиль назвать достаточно сложно. То есть сейчас это настолько уже самобытная вещь. Вот, и мне очень интересно, как происходили вот эти вот переходы между этими этапами. Ну, начать надо, наверное, с архитектурной школы. Когда я учился и заканчивал в 79-м году Мархи, то, в общем, на самом деле никакого ярко выраженного стиля, который нам, в общем, преподавали или как бы предлагали преподаватели и предлагала повседневность не было. Потому что, ну, если вспомнить, что такое конец семидесятых, то это, в общем, на самом деле период такого, ну, в мировой архитектуре это период такого уже позднего брутализма и попытки какие-то перехода уже к постмодернизму, ну, такие очень по коробке. И это период, в общем, на самом деле, если мы вспомним американскую архитектуру, это время рассвета вот этой вот американской десятки. Это уже такой откровенный совершенно отход от брутализма и поезд нового языка. Но до нас это все докатывалось таким очень-очень дальним эхом. Потому что я вспоминаю своих кумиров лично этого времени. Это Джеймс Тирлинг, это уже, в общем, постмодернизм и такой очень яркий постмодернизм. Это такой пластический постмодернизм. Это такой интеллектуальный постмодернизм. И он, конечно, чрезвычайно обогатил язык. Вот эти вот многослойные исследования, которые были тогда напечатаны в разных журналах. Там в основном черно-белая перепечатка для архитектуры даже на русском языке. Это все, что у нас было. И какие-то иностранные журналы, которые мы смотрели в библиотеке Центрального дома архитектора, и те редкие встречи с Рапопортом и с Женей Асом, которые были тогда, в общем, как-то нас чуть-чуть посвящали в тот язык, на котором разговаривали архитекторы в мире. Мы, конечно, всегда, мы в силу просто своей политической ситуации были, конечно, абсолютно от Орб. И поэтому где-то вот с 79-го, наверное, по, может быть, 91-й год, может быть, 92-й даже, в общем, это был такой период, ну, такого действительно сильного увлечения и попыткой как-то найти свое место в постмодернизме, освоить этот язык и с помощью этого языка каким-то образом взаимодействовать с современными задачами. Но у нас, конечно, современных задач было не очень много, потому что этот период был связан у меня, например, с конкретным строительством молодежного центра на Красной Пресне, который потом стал клубом «Что, где, когда» Владимир Ворошилов его купил. И это здание, оно, в общем, как бы прославилось, ну, не само здание, конечно, а сама передача, интерьеры этого здания, они как бы стали общедоступными. И вот в свое время, когда мы получали первую свою выездную визу за границу, когда я сказал там членам этой комиссии, что я делал клуб, что где как-то, то есть мне сразу выписали пропуск за границу, да. Вот. Вообще, эти периоды были очень интересные, вернее, этот период был очень интересный, потому что было множество международных конкурсов. Я участвовал в этих конкурсах там или на, в качестве раба, правда, на парк Ля Вилет, и уже в качестве участника на State Defense, на Бастилию. Такие были большие коллективные проекты. Но, в общем, где-то в 85-м году я снова вернулся от Снег-Меденцев, в бригаду Ларина, и мы сделали несколько проектов, в том числе вот такой вот известный, наверное, в узких кругах, проект Курзала в Кисловодске. Александр Медведевич выиграл в свое время международный конкурс на эту площадку. И потом с моим приходом мы как-то вот обсуждали все это, мы поменяли концепцию, сделали такой, в общем, действительно, может быть, стирлинговский, а может быть, немножко в духе Альдер-Росси такой вот проект абсолютно такого постмодернистского Курзала, который замыкал вот эту главную пешеходную аллею Кисловодска, вот эту, собственно, торгово-развлекательную, которая сейчас там, вот я буквально там несколько месяцев назад там был, и, конечно, без этого Курзала там как-то, в общем. Это начало 90-х, да? Да, это нет, это вообще 80-е. А, это еще более, еще более. Да, да, это какой-то 87-й, 88-й год. Много было проектов, много было проектов на бумаге, реализации не было. В 87-м году вместе с Женей Пожарским, Лариным и Сережей Гришиным мы организовали кооператив, проект и потом совместное предприятие Арксим, в котором мы делали тоже кучу проектов, они тоже у меня есть на сайте, там, парки Кисловодска, это такая абсолютно постмодернистская история. Это проекты гостиниц Киргизского постприятия, ну, еще целый ряд проектов, все они были, в общем, в стиле постмодернизма, конечно. Вот, и много было всякой работы, но ничего не реализовывалось, очень много. Какие-то еще бумажные проекты, какие-то параллельно были работы оформительские, какие-то мозаики, интерьеры кафе и так далее. В 91-м году, а, у меня был такой интересный период, да, в 87-м году мы плавали на этом корабле, Лев Толстой, был международный форум молодых архитекторов, у нас собрали все под эгидой Международной академии архитектуры, Станилов, Стаишев, Станилов, Андрей Черников наш, вот, и мы с командой молодых архитекторов получили гран-при на этом конкурсе. И меня пригласили на стажировку в Санта-Кирико, в Международной академии архитектуры. И я там с таким разноязычным, как бы, разноплановым таким экипом сделал такой проект под Пловдивом, Центр науки и искусств. Он тоже был такой абсолютно постмодернистский, естественно. И, наверное, вот эта постмодернистская эпоха. Потом еще был конкурс на возрождение Самарканда, который мы сделали вместе с Александром Ильичем Ларином и Никитой Выходцевым. Получили гран-при, это конкурс ЮНЕСКО. Он тоже, конечно, был тоже абсолютно постмодернистский, по своему стилистическому наполнению, хотя очень таким выразительным и с точки зрения каких-то градостроительных идей. Там предусматривался новый мусульманский центр. Но вообще все идеи, конечно, градостроительные, они все были все равно такого немножко постмодернистского толка. Сергей Александрович, а постмодернист вообще это такая дань моды была? Потому что приелись коробки, приелся как бы этот вот суровый стиль 60-х, 70-х? Или это внутренний запрос был в СССР тоже? То есть вы чувствовали, что чего-то не хватает, что надо как-то возвращаться к каким-то более каноническим элементам? Откуда это пошло? Я думаю, что тот модернизм, который был в России, он же был, в общем, не естественным, а он таким был немножко навязанным, вынужденным. Поэтому и, соответственно, ограничения, которые в нем существовали, тоже они были очень искусственны. В отличие от того модернизма, который родился абсолютно естественным путем, как ответ на, в общем, на другую архитектуру, отход от орберной архитектуры и поиск свободы, поиск других средств коммуникации, пространства, наш модернизм был такой действительно вынужденный. И поэтому, конечно, когда в том виде, в каком он строился, он в основном как бы был архитектурой сборных, в водно-монолитных конструкций, с массой всяких ограничений. Но был ли он абсолютно органичным для тех архитекторов, которые в нем работали, сложно сказать, потому что я тогда не работал, и, в общем, мне как-то не довелось пообщаться с теми архитекторами, которые работали, собственно, в это время. Я работаю удаленно, у нас сегодня сдача одного видеоролика, вот меня просто... Вы из дома сейчас все еще? Нет, ну просто я сегодня на даче, и у нас здесь все приятные, и поэтому я одновременно как бы и в переписке, и в зуме. Да. Убрал бесконечные звуковые сигналы. Вот. Спасибо. Поэтому, но мне кажется, что как всякая одежка из-за рубежа, как всякий иностранный язык, он, естественно, в России, ну как бы не обрел своих апологетов. Пост. Пост. Постмодернизм, да. И, собственно, мне кажется, что таким наиболее ярким выразителем идеи постмодернизма была, по-моему, Новгородская школа. Вот. Она как-то освоила этот язык, она, собственно, на нем поднялась, и, может быть, отчасти она в нем и как-то, мне кажется, продолжает существовать. Мне так кажется. Но ваши проекты конца 90-х, они тоже, мне кажется, очень сильная такая материализация, ну, по крайней мере, отголоска постмодернистских идей. Я говорю про дом в Зубовском проезде. Да, в Зубовском, Селезневка, вот этот вот первый вариант ее, который не был реализован, да. Да, и, конечно, более ранние конкурсы, вот театр классического балета, такие там ботовские темы. Да, да. Это почти стирлинг. Да, немного какой-то Марио Бота, стирлинг, да. То есть вы это просто как бы впитали, это стало частью вашего такого ДНК, и оно постепенно-постепенно просто дальше уже там модифицировалось как бы и, на самом деле, отфильтровывалось по сути. Ну, мне сложно сказать, потому что как бы когда ты находишься внутри процесса, очень сложно посмотреть со стороны и, собственно, себя таким критическим взглядом и понять вообще, что так и что не так, да. Можно сделать спустя там десятилетия. Но, тем не менее, тогда, когда я это все делал, для меня это все было предельно органично. И этот язык, он помогал решать все проблемы взаимодействия, во-первых, внутри самого архитектурного организма, все связи, все пропорциональные какие-то моменты, все композиционные, стилистические, вопросы материалов, все это было абсолютно логично и понятно, и все это соединялось в какую-то единую ткань, и работать мне в этом было очень легко. Я совершенно как бы не парился и не мучился на тему того, что это все вторично, что это уже, в общем, перепевки уже сильно, многократно спетой какой-то песни. Песни, да. Или там написанного романа. Я просто был слишком молодой, может быть, чтобы на эту тему не заморачиваться. И последние, может быть, постмодернистские какие-то истории были в двух последних проектов, в предпоследнем, наверное, последнем проекте, который я делал, находясь в мастерской у Сережки Василева. Это был жилой дом на Гагаринском переулке и, наверное, на Большой Полянке тоже отчасти там была тоже чуть-чуть постмодернистская такая история, но какие-то уже отголоски. Потому что, в общем, уже где-то перелом как раз миллениума, то есть, в общем, 2000 год – это уже какая-то история, когда уже хотелось с этим всем как-то уже распроститься. Распроститься, найти более универсальный язык без каких-то исторических каких-то ассоциаций, ближе к себе любимому, чем, в общем, к каким-то матерым архитекторам и заимствованиям из какого-то чужого словаря, из чужого почвы. А тогда я отсюда ко второй теме хотел бы перейти. Она называется «Модернизм в архитектуре» и подраскрываю тему такими вопросами, как каково отношение непосредственно к модернизму, как вы считаете ли вы, что он себя изжил, и каково отношение к фигуре Корбези, к его наследию, потому что если многие архитекторы, которые прошли те же временные вехи и являются вашими ровесниками, они стилистику постмодернизма, мне кажется, изжили и старались про нее совершенно забыть, и они вернулись в русло, по сути, такого языка модернового, то есть современного международного стиля, у вас, мне кажется, эволюция происходила более плавной, и не было какого-то такого отторжения с предыдущего этапа на новом этапе, то есть это более эволюционно, более как-то мягко, и из-за этого вопрос у меня возникает, каково ваше отношение к Корбезе, потому что Корбезе же проходил тоже эти этапы, ломал язык, ломал пластику, и для многих стал на самом деле проводником и вдохновителем, то есть те, кто воспитывались 70-е, 80-е, смотрели на его наследие и вдохновлялись им очень во многом. Было ли так же для вас? Ну, надо сказать, что помимо Корбезе, конечно, в 2000-х годах меня интересовало творчество громадного количества архитекторов, потому что, ну, во-первых, начались, давно уже начались поездки, и очень многие вещи можно было увидеть живьем, и появились первые, ну, для нас первые журналы, они появились где-то в 95-м году, хорошие иностранные журналы, которые можно было выписывать, и, например, у нас уже там, у меня на полке рядом с рабочим местом стояли там уже подборки Эль-Краки, и А-Плюсу, и японская архитектура, и много-много всяких других АД, и я уже смотрел, как мир постепенно менялся, как архитекторы стали разговаривать на другом языке, как постепенно появлялся такой неомодернизм, упрощение, большая рациональность, меньше элементов вот такого псевдоисторического декора, меньше каких-то цитат, параллелей, там, каких-то там, аллюзий и так далее, и так далее. Ну, естественно, ты такой, что ты ешь, ты тот, кто ты ешь. И, в общем, на самом деле, что ты смотришь, о чем ты думаешь, постепенно как-то проникает в твой язык, потому что, ну, как таковых, каких-то вот глобальных таких убеждений, которые могли бы сформировать тебя еще в юношесном возрасте, мне кажется, что у нашего поколения и не было. Не было. Не было. Мне кажется, не было. То есть, если бы мы, допустим, учащись в институте, попали бы на... в лапы или в руки очень маститым таким архитектором, которые бы с нами работали ну, как бы очень серьезно, то, наверное, вся дальнейшая судьба наша была бы другой. Ну, вот, например, вот я диплом делал, у меня было два преподавателя диплома, у меня был Мейерсон Адович, который был в молодости потрясающим совершенно, просто таким модернистом, и в середине жизни уже как бы ко второй половине стал таким постмодернистом. и перешел, наверное. Да. И, да, ну, как бы изменил свои взгляды, и очень любил архитектуру Микс, и все последние его вещи, даже те, которые, в общем, делал уже, находясь в Америке, они все, конечно, очень такие постмодернистские, и он так, в общем, как бы и не поменялся. А вторым преподавателем был Чернявский, который тоже был вначале модернистом, а потом стал таким, в общем, и, наверное, я сказал модернистом, а потом стал таким очень выразительным, таким почти скульптором, таким бруталистом. И вовсе это Геннад и Воронова, в том числе это выдающееся произведение такого советского брутализма. Ну, и то, и другое, это, в общем, на самом деле какая-то личная архитектура, а личную архитектуру передать студенту просто невозможно. Передать собственный взгляд невозможно, да и не нужно. Нужно передать какие-то на самом деле инструменты, инструменты работы с пространством, со временем, с технологиями, с материалами и так далее. А у нас в институте этого не было. Мы, в общем, в каком-то смысле были немножко самоучки. Вот. Поэтому и все последующие пути мы сами выбирали и эти направления, и, в общем, убивали себе шишки и как-то развивались и учились на собственном примере. Хотя у меня, в общем, был очень мощный и сильный учитель, Александр Мичлавин, но это уже было сильно после института. Позже, да? Да, и это скорее такая история взаимодействия с пространством. Это такой инструмент исследования и выращивания дома из пространства. Но это же не единственный инструмент, который вообще существует. Но тем не менее, вот взаимодействие с пространством, факт, вот я впитал и до сих пор вот это вот некий инструментарий, который существует во мне, он никуда не девается. И вот это исследование пространства на предмет его выращивания из него, собственно, архитектурного сооружения, он как бы существует во мне как один из мощных и сильных таких ну, достоинств надо, на самом деле. Такой скульптурный подход, да? Нет, я бы сказал городостроительное мышление. Это такая городостроительная ориентация, способность оценивать эти все моменты в пространстве с точки зрения нахождения между ними каких-то связей, ритмов, приоритетов. То есть такое исследование, глубокое исследование окружающего пространства для того, чтобы можно было составить некую какую-то матрицу, которая позволила бы тебе вставить в эту матрицу недостающие или нет. потом уже естественно там разные моменты связанные либо с нометрией, либо с противопоставлением, либо с добавлением. Ну, там в зависимости от жанра работает, должен сам понимать, еще и понимать это место. Это то, что в российском образовании, Сергей Александрович, это то, что в российском образовании называется анализ городской среды. Ну, так, грубо говоря. Грубо говоря. Но она из городской среды не дает тебе ничего. Он просто дает тебе некую статистику. Да. А вот как в этой среде построить дом, понять его размеры, формы, в зависимости от его назначения, функции, этому, конечно, научить очень сложно. Объяснить очень сложно. Для меня вот пример. какой-то совместной работы со студентами. Пример того, что вы сказали, наверное, арт-хаус. Для меня один из самых ярких. Именно того, как он работает с разными точками, работает с историческим контекстом, при этом привносит современное какое-то такое дыхание. И арт-хаус важный проект, мне кажется, для моего поколения, потому что он четко совпал с моими годами обучения в Мархи. Вот. И стал на самом деле таким эстетически и культурным в плане современности, в котором мы тогда жили, самым большим потрясением и до сих пор наверное один из моих любимых проектов глобально. на его примере можно сказать, что это один из таких проектов, где нужны эти ракурсы, нужно одновременно находиться и в контексте и как-то понимать, что вы хотите в него привнести в плане таком историческом наверное. но я просто хотел сказать, что артхаус это совсем уже не модернизм. Нет, нет, конечно нет. Модернизм, я сейчас сказал модерновый скорее как просто современное какое-то прочтение, потому что артхаус это не перепевка, но это постмодернистское, но при этом это не международный стиль, это какое-то уже что-то очень российское, очень московское. Ну, я бы не сказал, что это очень московское, очень российское, скорее может быть датско-голландское, потому что тема скатных кровель, тем более таких в тон или даже из одного материала, как и стены, это вообще такая история совсем не московская, она как бы климатически не московская, она и с точки зрения образа абсолютно не московская, но она ответ на название дома, потому что дом изначально проектировался и строился как арт-хаус, как дом, который станет таким лидером арт-квартала и должна была быть какая-то выразительная очень вещь со своим абсолютно каким-то самостоятельным звучанием, потому что когда ко мне пришел заказчик, он попросил сделать что-то не менее яркое, не менее сильное, чем, например, Копперхаус. Но Копперхаус имел свою стилистику, свою структуру и свои средства для взаимодействия с пространством, свои материалы, свою тектонику. Здесь надо было сделать что-то абсолютно полностью противоположное. Ну и здесь, конечно, произошло соединение какого-то внутреннего такого арт-жеста с контекстом, с контекстом места, потому что надо было соединить его и с двумя-тремя переулками, с пускающимися полуворобинским и набережной и выстроить этот арт-жест очень точно в пространстве с учетом высоты, материалов и так далее. Это такая долгая история, она многократно рассказана, даже написана, стоясь ее нет смысла, можно все прочитать, посвященный арт-хаусу. Ну, в общем, такой скульптурный, конечно, но в то же время очень рациональный и очень эмоциональный такой арт-жест. Очень точно посаженный в студию. как потребитель архитектуры того времени, почему я его воспринял как проект московский, потому что Голландия и Дания в плане такой архитектуры это все равно архитектура улиц, архитектура фасадов и не так часто получается посадить здание, которое будет с большого количества ракурсов читаться и как такой катализатор активизировать историческую часть города. И мне кажется, в этом смысле Москва как раз уникальна, потому что у нас можно такие отдельные здания вбрасывать и исторические, если читать Геллеровского, тот же самый домутюг, дом, который в ткани города, он в ткани города, он не не сливается с другими домами, он не встраивается в эту решетку, а он такой сам по себе, и мне кажется, в этом смысле это не голландский проект, не североевропейский проект. Может быть, поэтому... Вархаус сама ситуация требовала такого пространственного решения, просто если мне достался кусок улицы, то я бы решал бы абсолютно фасадную улицу. Здесь пространственная история, внутри которой находятся еще два существующих здания, и переулок, которые спадают с горы, стреляют на одну из башен, и другой переулок, который обходит собственно... В общем, там много всяких факторов, которые просто потребовали решения такой пространственной задачи. Ну, эти пространственные задачи, они на самом деле существуют в любом проекте, и в Коперхаусе там есть пространство, которое соединяет Бутиковский переулок с набережным, и можно сказать, что Коперхаус стоит не на Бутиковском переулке, а он собственно фланкирует и организует это пространство именно вот этого зеленого прохода к набережу. Вот, и своим, лишь своим торцом выходит на Бутиковский переулок, абсолютно как бы дематериализуется. Вот, и другие, другие проекты, которые до того были сделаны, они тоже, в общем, были сделаны с такими пространственными задачами, решения пространственных задач, потому что там и дом на Бурденко, и первые там мои дома самостоятельные, там я имею ввиду самостоятельные, в рамке уже собственной мастерской, там, Бутиковского и Барклиплаза, они тоже, в общем, выходили на три улицы и решали задачи объединения улиц, пространства и внутренней какой-то такой своей структуры. Коперхаус, по сути, единственный, который более фасадный, где нету второй или третьей улицы у него выходящих. Ну, то есть, я понимаю, что есть Москва-река и набережная с другой стороны, но читается сильно-сильно этот фасад именно как раз. Ну, Коперхаус, он вообще сложная история, потому что в этом месте вообще могло бы не быть дома никакого. Тем более, после такой достаточно мощной пластической агрессии со стороны Донстроя, потому что там дом, который делал Донстроя, максимально приблизился к границе и надо было как-то выстраивать какой-то свой собственный ответ и реакцию на эту архитектуру, поэтому дом получился такой немножко односторонний, с разрывами, но это как раз собственно есть взаимодействие с контекстом, но без потери собственного какого-то достоинства или какой-то собственной какой-то линии поведения и характера. Кажется, что это очень важно сделать так, чтобы после учета всех обстоятельств окружающей среды твой собственный дом как-то был абсолютно полноценным, не ущербным, а полноценным. Это вот задача уже архитектора вот так вот найти какое-то собственное лицо в предложенных обстоятельствах. Это такая непростая история, но она каждый раз стоит в любом проекте. Мне отсюда хочется такую смычку сделать. Следующий вопрос. Я в нескольких ваших интервью слышал вашу фразу выстраивать мост между берегами, мост между эпохами. То есть архитектор должен через свою архитектуру как-то подсоединять какие-то коды из прошлого. И в этом смысле мне кажется Коперхаус он в этом районе Остоженки с другими домами, которые на той же улице присутствуют. Они создают какой-то уже отдельный мир, более современный. Если брать архаус, это как раз более вписывающийся проект, который взаимодействует с исторической средой. Как вы видите связь с историей? То есть вы ее просто через себя пропускаете и в этом она заключается? Или есть умышленные попытки вписывать, привносить какие-то портеляции, какие-то материалы свойственные этим районам? Все гораздо проще. Все, что уже существует на данный момент, все, что нас окружает, все, что построено, все, что сделано, все, что придумано, все, о чем ведутся разговоры, это все уже настоящее или даже прошлое. И то, что мы проектируем, то, что мы строим, это маленький шажок в будущее, но не в плане того, чтобы оторваться, а в плане того, чтобы сделать что-то, что задаст какую-то новую планку, новую горизонталь или вертикаль в той или иной типологии, в том или ином слой архитектуры. Помимо того, что мы привносим каждый раз то, что мы делаем, новое какое-то качество, новое звучание, какие-то новые элементы, это понятно, новые какие-то решения или новые образы, новые даже композиционные какие-то приемы, для этого места. Немножко места, мы делаем более ценным с нашей точки зрения, естественно, с моей точки зрения, с точки зрения заказчика. Мы стараемся его усилить, заставить звучать как-то ярче, громче, в зависимости, может быть, иногда тише, в зависимости от ситуации. Но каждый раз это какое-то новое обстоятельство привнесения чего-то нового, чего-то нового, ну, какого-то, не знаю, нового прочтения пространства, новых каких-то связей, нового удобства, новых каких-то принципов, которые, опираясь на это, позволят развивать то или иное направление. Есть переменная, назвать ее как контекстуальная, историческая переменная, проект, который можно сделать в центре Москвы, проект, который можно сделать окраине или вообще стоящий особняком. Это будет три разных проекта, и вот эта переменная такая историческая, контекстуальная, она будет видоизменяться. Ну, конечно, это будет абсолютно три разных проекта, потому что проект в центре города, в любом случае, это взаимодействие, это очень плотное взаимодействие с исторической средой, это ее какая-то субъективная и объективная одновременная оценка, ну, потому что понятно, что мы, когда мы приходим на площадку, мы приходим как бы со всеми своими там скелетами в шкафу, но тем не менее существует какое-то объективное мнение или объективное представление, как бы, условно говоря, о добре и зле, о гуманности или там, жадности и все, что угодно, целесообразности и, конечно, мы должны считаться с этими представлениями о развитии этого места. Эти представления, они существуют либо в виде каких-то регламентов, либо в виде общественного мнения, которое там в соцсетях или где-то еще тем не менее существует и с ним, конечно, надо считаться, потому что в конечном итоге ну, все равно как-то надо взаимодействовать. Но ты как архитектор, как художник, как демиург, конечно, имеешь право на собственное высказывание, ну, то есть не имеешь просто, а это твое как бы неотделимое право привнести какой-то свой взгляд, потому что, ну, я считаю, в первую очередь, что мы, конечно, все-таки такие социальные художники и без этого, без какого-то критичества или какого-то собственного взгляда вообще невозможно развивать архитектуру. Иначе это будет достаточно банальное, исключенное и очень рациональное и заранее предсказуемое решение. Это неинтересно. Это просто неинтересно. И это неправильное развитие города. Город будет очень скучным, предсказуемым, одинаково, разнообразным и так далее. Именно как раз в какой-то даже, я бы сказал бы, парадоксальности или там уникальности заложена как раз идея разнообразия города. И в центре города конечно это сделать намного сложнее, чем сделать например какой-то небоскреб в районе третьего кольца. И в общем на него даже никто не отреагирует, если только он не будет какой-то выдающейся с точки зрения своей формы или устраивания окружения в парке возникнет или вдруг магистралью или что-то еще какие-то казусы или в центре озера. И совсем конечно он будет в моей точке зрения почти неумесен, если он окажется где-нибудь за Амкадом. Там ему совсем делать нечего. Мне кажется. А у вас есть проекты такие? Имеет смысл конечно уплотнять и насыщать центр города, потому что со всех точек зрения я в этом смысле эффективнее и в этом смысле поддерживаю твоего отца и согласен с этой историей, потому что город должен быть плотным в этом и в суте. Действительно рядом с этой плотностью должны быть и парки, и сады, и подоемы. Но архитектура может быть и наверное должна быть в эту эпоху плотной и может быть высокой и так далее. Вопрос как это сделать красиво и как это сделать доступно я имею в виду с точки зрения того, что всякая красота стоит денег, как сделать так, чтобы уговорить девелоперов найти какие-то решения, даже и город, которые постепенно на самом деле эту ситуацию делали менее болезненно. Потому что все с небоскребой мы ушли. Сейчас в догонку того, что вы до этого сказали, у вас есть здания, которые вы проектировали просто в отрыве от контекста, где-то там замкадом отдельно стоящие или у вас почти всегда все в среде находится? Нет, у меня нет таких зданий замкадом, которые вообще никак не привязаны к среде. Все здания, которые я делаю, они все привязаны к той среде, для которой они делаются. Всегда. Я не очень понимаю, это же не типовой проект. Здорово. И к последней теме, это про города. Это вообще, мне кажется, суперинтересная тема, само собой, конечно, для всех, но города развиваются по разным моделям, и сейчас для Москвы мне кажется, свойственно сравнивать развитие города с такими центрами, как Лондон, Париж, Нью-Йорк, именно по векторам, которые Москва выбирает, наверное, Лондон это один из таких векторов, которые урбанистам московским во многом нравятся. У меня вопрос к вам, являетесь ли вы городским человеком, то есть выросли ли в городе, является ли это для вас такой константой, самой органической средой, никакие другие города вам нравятся, и какие из них вас вдохновляют в мире? Ну, тут надо смотреть два взгляда. Первый, это как бы просто такие города мне нравятся, где любил бывать и вообще считаю ли я себя городским жителем. Это как бы просто вопрос чисто человеческий и второй, на него один ответ. И второй вопрос, это как архитектор, я кто, я все-таки больше городской житель, или в общем больше. Это связанные две вещи, правильно? Больше люблю как бы на самом деле природу и больше люблю проводить время на природе. Это связанные два вопроса. Связанные два вопроса, да, но поскольку я все время живу в городе, ну, то есть жил во всяком случае, я вот только где-то полтора-два месяца живу на природе, я построил под Москвой жилой дом собственно, отсюда идет наша с вами трансляция, трансляция, да, передача, не передача, нет, какая-то. Вот. Нет, я, конечно, все-таки городской человек, потому что вся моя профессиональная деятельность связана с городом, конечно. И город мне абсолютно понятен, и я знаю, как он развивается, ну, во всяком случае, мне так кажется, что я знаю, как он развивается, как в нем работать и что делать в тех или иных местах. Вот. Москву я, конечно, очень люблю, ну, просто по рождению, потому что я родился в Москве и все свои 65 лет я прожил в Москве. Может быть, за исключением там двух лет, когда я с родителями жил под Екатеринбургом, потому что у меня папа был военный, был военный летчик, и мы жили в военном гарнизоне Кольцо под Свердловском, ну, Екатеринбургом, это единственные два года, когда меня, полтора года, когда меня не было в Москве. Все остальное время я был здесь. Города, которые, которые я люблю, города, которые я люблю и в которых я люблю бывать, ну, наверное, этот список будет достаточно банальным, потому что я много где был, но, правда, я европоцентрист, я очень люблю Лондон, я люблю Париж, как большие города, естественно, Мадрид мне очень нравится, Барселона, из крупных таких городов, Прага, Берлин, ну, в общем, практически все города, можно назвать маленькие города, которые я люблю, там, нет, ну, конечно, надо вспомнить и Рим, но это банальное будет перечисление всех самых разных мест. Ну, банальное, но не банальное, банальное, но не банальное. Ну, я думаю, Венеция, Флоренция, Сиена, Ореса. То есть, такие средства, да, то есть, это города с очень характерной средой, такой, очень укорененный. Бергамо, да, там, Берн, прекрасный город, все чудесно. Масса городов, в которых я был там. Но, Сергей Александрович, например, в таком случае... Нью-Йорк, естественно, тоже, конечно, входят в список городов. Нью-Йорк, да, я вот здесь был несколько раз, несколько раз был в Вашингтоне, в 13-м, 14-м, 15-м году я здесь сделал в Вашингтоне русскую гостиную в Кеннеди-центре, поэтому очень часто мы с моей женой Наташей ездили в Вашингтон, мы вместе работали над этим проектом, и поэтому это был период такой активного знакомства с американской архитектурой, живо-очень. мне не кажется, что перечисление европейских городов это что-то банальное, потому что особенно, когда ты смотришь на процесс культурный из США, из Европы, потому что здесь, мне кажется, по-другому сейчас расставляются акценты, историческое наследие для людей сейчас как бы пересматривается. Города, как Париж и Лондон, они на самом деле не в едином русле находятся. То есть вы когда смотрите на Париж, вы желаете Парижу такой смелости, которая сейчас есть у Лондона предостроительной? Не желаю. Не желаете? Не желаю. Мы ездим в Париж как раз именно наслаждаться тем спокойствием, тем атмосферой. Конечно. А это противоречие, Сергей Александрович, это противоречие для вас? Что вы хотите экспериментировать, вы хотите как бы быть? Я понимаю вопрос, да, почему вы позволяете себе там в центре Москвы строить, проектировать небоскреб, а, например, Парижу вы не хотите этого, Ну, потому что это два разных города. Абсолютно два разных города с разной культурой, с разной историей и с разным каким-то, с разной типологией застройки. Я, например, в Петербурге тоже не хочу. Да, да, я тоже про Петербург подумал тоже. Например, вот когда я был в Копенгагене, очень люблю этот город и, например, очень люблю город Гамбо, прекрасные города и голландский Амстердам это просто или там Роттердам, но в Амстердаме, пожалуйста, там эти небоскребы есть, стоят, а вот в Амстердаме как-то не очень хочется. Не очень, да. Поэтому каждый раз каждый раз надо как-то исследовать вот эту массу, ну, в общем, это тот самый городостроительный или какой-то историко-культурный вот этот вот уклад жизни и архитектуры, который есть, уже смотреть. Я помню тот случай, когда в Вальсе Том Мэйн захотел, ну, то есть заказчик заказал ему небоскреб в Вальсе. Я там был в этих термах прекрасно совершенно, прекрасно. Ну, просто у меня не повернулось в руках там что-то проектировать. Вот. А вот Том Мэйн спроектировал, ну, я бы, кстати, туда даже и Анду не пускал бы, потому что вот хватит там одних термок. Вот. Они там, в общем, почти незаметны, и там такое чудесное место. В общем, это я к тому, что у каждого места есть своя какая-то история, свое развитие. И пока, мне кажется, что сильно вмешиваться в эту самобытность не стоит. То есть надо подхватывать то настроение, те тенденции, которые есть в городе, надо как-то их улавливать. Москва сейчас очень сильно растет, и даже в центре есть разные места. Например, тот же проспект Сахарова там, да, или там та же Остоженка, это абсолютно разные места. То есть это исторический центр, да, внутри Садового кольца, но тем не менее аура совершенно разная. Да. Заместворечья, или там Чистые пруды, или там Патрики, это все абсолютно разные места. Вот. И я должен сказать, что тот же небоскреб, например, на проспекте Сахарова, это же, в общем, на самом деле в каком-то смысле реакция на тот вызов, который тебе предлагает ситуация, время, жизнь, заказчик, он говорит, что вот есть такая задача, да, как ее решить. Ну, я говорю, либо не решать совсем, да, то есть все, либо оставить это место, либо вот решить таким образом. Смело, да. А высотность вы предложили, или они пришли с такой высотностью? Нет, 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 конечно. Высотность я предложил, но там были ТЭПы, которые, которые, ну, для экономики этого проекта чрезвычайно важны, которые, собственно, выданы городу. Вот, и это, в общем, решение этой проблемы. Оно, конечно, абсолютно пока такое теоретическое. Я думаю, что вряд ли город согласится на эту историю, потому что она будет, конечно, ну, такой, никого не оставит равнодушным. Поэтому... Вы сейчас говорите про Сахарова, не про Мосфиль. Про Сахарова. Про Сахарова, да, да, про тот, который пососедствовал с Центрсоюзом. Да, да, рядом с Кардюзье, да, площадка. Потому что там построить полноценный дом вообще нельзя. Вообще просто. Там настолько... То есть вот эти два дома исторические, которые там стоят, да, они... Ну, стоят, стоят, да, они еще бы... Они стояли при, при Кардюзье, когда он строил свой дом, и поэтому с оглядкой на них, естественно, он, наверное, хотел бы их снести, как и всю Москву. Да. Вот, мое Бога. Ну, стоят и стоят. Но если пришел заказчик и говорит, что он хочет на этом месте построить, а дома не входят в реестр памятников, то мы же должны какие-то регламенты операции, мы же не можем так сами. говорит, да, вот давайте, давайте, я говорю, а что вы не хотите их оставить? Давайте их реконструируем. Но они говорят, ну, экономически это абсолютно невыгодно. Хорошо, попросите у города там площадку в другом месте, давайте мы просто приведем в порядок. Ну, они говорят, мы пытались по этому пути идти, но ничего не получалось. Поэтому, собственно, поскольку есть разрешение на их снос, давайте их снесем и на их месте что-то построим. я сразу сказал, что построить на этом месте что-то очень сложное, потому что ситуация уже, знаете, сильно запущенной болезни, потому что там рядом бизнес-центр «Волна», который имеет полукруг, и этот полукруг очень сильно взаимодействует с ротонгой и карбузье, и хочется открыть вид на здание. В общем, в идеале, конечно, там сделать просто такую поляну, скверы, больше ничего не делать, на самом деле. Но понятно, что ну, как бы, чтобы просто снести эти дома, это, в общем, только во власти города. Город этого делать не будет, и поэтому, что эту задачу надо как-то решать с точки зрения ресурсов ДВЛ. Ну, в общем, сделав там десятка-два вариантов, я понял, что в этом месте можно сделать такой супертонкий небоскреб площадью этажа там буквально 15 на 15 метров. Ну, а уже дальше на сколько хватит силу заказчика? 150 метров это там одна площадь, 175 это другая, там 200 это третья. Да, я понимаю, конечно, что лучше бы этого небоскреба там не было. С другой стороны, посмотрев на весь проспект Сахарова, как на некую площадь, то с определенным масштабом, то думаешь, ну, почему нет? Почему там компанила в Венеции стоит на площади Сан-Марко и, в общем, никому от этого плохо, нормально, хорошо, она там стоит высокая, красивая, там вся Венеция в этих башнях, и Болоне тоже самое, и Москве тоже, почему нет? Ну, вот там рядом уже несколько высоток стоит, там высотка на метро Красные Ворота, гостиница Ленинградская, бизнес-центр Домников, почему нет? Тонкая такая. Мне кажется, если... тонкая матовая стекла, просто как... Если кому-то, да, если кому-то такие доверять с пропорцией высотности в центре города, то это вам, вот, а я думаю, люди просто боятся, потому что люди оторваны от мира архитектуры, оторваны от, как бы, иерархии внутриархитектурной, и они боятся прецедентов, наверное, боятся того, что это, в принципе, возможно, такое вторжение. Это, если позволять, если впускать в этот мир архитекторов, которые на вашем уровне трактуют среду и стилистику знания, то, наверное, этот город только украшает и делает богаче. Я вашу вот эту метафору, которую тоже несколько раз слышал, хочу привести. Вы говорили, что вот архитектор, он должен быть как-то врач, который приходит и говорит, что вот, если надо резать, надо резать. Нельзя там с какими-то участками нельзя тянуть или какими-то нерадикальными методами работать. Но если продолжать эту метафору, то в медицине, например, государственной, ты никогда не знаешь, на кого врача ты попадаешь. И люди боятся, что им достается врач неквалифицированный. Хотя есть врачи с золотыми руками. Мне кажется, именно поэтому люди оттягивают операцию постоянно. Максимально. Поэтому на какие-то очень важные участки проводятся всякие конкурсы. Хотелось бы, на самом деле, чтобы в Москве их проводилось немножко больше. Потому что таких участков, которые являются ключевыми в городе, очень много. очень много еще этих участков в общем находится пока без решений. И мне жалко, когда эти участки просто попадают без конкурса в руки тех или иных профитекторов и возникают какие-то в общем такие немножко конкурсы тоже на себя защищают. Ну да, да, да. Ну происходят какие-то просто откровенные расстройства. Смотришь на проект и думаешь, блин, как же жалко, что это место решено именно так, а не по-другому. Потому что какие-то обстоятельства даже не на стиль смотришь, а именно на какое-то строительное решение. на композицию, на высотность, на объемы, на там взаимодействие и так далее. И у меня, кстати, очень много такого по отношению к Москве. Я очень ну как-то так очень больно все как-то очень переношу вот эти все какие-то метаморфозы в худшую сторону. Очень болезненно. Я понимаю, что пространство чувствуется просто сильно. Это не связано с тем, что, допустим, я думаю, что вот если бы этот участок достался мне, я бы сделал бы лучше. Я вот с точки зрения просто на самом деле просто чисто может быть чисто профессионально. Я считаю, что это место должно было быть сделано по-другому именно в городостроительном контексте, а не с точки зрения стилистики. это даже не консервативность какая-то, это просто именно художественное вкупе. Это сопереживание всему тому, всего того, вернее, что происходит в городе. Так архитектор, да, это все городостроительное, все это как-то все очень сопереживающее. То есть мне хочется и больше красивых домов, и я очень радуюсь, когда красивые дома появляются, и больше таких рамотных очень решений целесообразных, которые как-то улучшают на самом деле удобство пользования городом. Ну, в этом направлении очень много делается, но вот красивые дома, они, в общем, крайне редко появляются в городе. Такие, действительно, которые хочется приехать, посмотреть. Я понимаю, что это не вина архитекторов, это обстоятельства, в которых мы сейчас все находимся, вот там. потому что большинство архитектуры, которые сейчас в Москве делаются, это такая девелоперская архитектура, где все, конечно, все исходит из-за денег, я имею в виду, что экономика все определяет, но те, кто, конечно, тоже в этом во всем участвует, он может настаивать, угадывать те или иные решения, искать. А вот такая вещь, как мономатериальность с кирпичом, с материалом, который вам очень близок. Является ли это таким покрывалом, которое позволяет больше экспериментов с пластикой вносить в центр города под покровом этого материала. потому что материал, мне кажется, что не будет построен из этого материала, он сроднит здание со средой московской и даст возможность немного компенсировать в свободе пластики. мне очень нравится, что кирпич стал таким популярным материалом, потому что первые свои кирпичные дома я делал еще в 99-м году, в 98-м, 99-м. но тогда там были какие-то отдельные фрагменты здания, какие-то части, блоки, то первый полностью из кирпича дом построенный это все-таки был арт-хаус, арт-хаус был полностью сделан из кирпича, потом был бурденко, дом, дома в садовых кварталах. Было очень много проектов, которые не были реализованы конкурсных проектов, которые тоже были из кирпича. Кирпич позволяет, конечно, создать более дурацкое слово, более качественную, более визуально посыщенную среду, потому что кирпича много, он сам по себе очень красив, не случайно драматное количество девелоперов, которые приезжают к Москву и идут смотреть садовые кварталы, вдохновляются и дальше едут свои города строить кирпичные кварталы, кирпичные дома. И в Москве сейчас тоже, на самом деле, мне кажется, большинство домов, которые строятся, они строятся сейчас с кирпичей. Так что, в общем, это приятная такая история, потому что кирпичный материал красивый, выразительный, в нем там все, что угодно. Человеческие труды, огонь, земля, в общем, он такой форический. Абсолютно. Абсолютно. Мы вернулись на самом деле к истокам, потому что кирпичной архитектуре там уже несколько тысяч лет, и кирпич никуда не девался, просто из России он на какое-то время исчез, понятно. а некоторые страны никуда от него не уходили, продолжали строить. Очень много пластов сейчас сразу одновременно подняли. Непосредственная реакция на то, что вы сейчас сказали, что это кирпич возвращается, но он возвращается как оболочка, он возвращается как кожа здания, он не возвращается тектонически, то есть это очень интересный момент, потому что в этом есть... Что? к нему не возвращается. Я, например... Нет, нет, он возвращается как оболочка, он возвращается как то, что вы воспринимаете, но он как структура, он не нужен, по сути, то есть он нужен только для восприятия людей, только для глаза, грубо говоря. Он сделает целиком кирпичный дом с кирпичным пространством, например, там культовая архитектура, там вот современных католических и протестантских церквей, он целиком делается из кирпича изнутри тоже. Ну, там, вот я свой загородный дом тоже построил из кирпича, там два вида кирпича, стены, стены сделаны из паротерма, венебиаде, а фасады сделаны из тагемастера и из этого клинкера, так что здесь бетон кирпичный, здесь почти нет бетона, но бетонные перекрытия есть, поэтому дом дышит и совершенно потрясающий. Как это ощущается изнутри сейчас, кстати? Воздух потрясающий, поскольку жара на улице плюс 35, а внутри 24 градуса работают кондиционеры и внутри прохладный одновременно свежий воздух, чистый, потому что так что кирпич хорошее, что ли. Вот, и, конечно, чтобы просто не было ощущения, что эта тема не связана с другими, потому что я к ней перешел именно после нашего с вами обсуждения то, что появляются новые проекты, мне кажется, очень многие проекты появляются как бы в том русле, которое вы проторили, грубо говоря, и это русло, вот оно тоже во многом русло такой мономатериальности, то есть вот проекты, которые сейчас смотрю, делают спич, там, Цемайло, Рубена Ракелян, вот эта мономатериальность такая, почти как вот макетная, но выполненная в камне, в кирпиче, все более и более как бы смело используется в Москве, вот, и в этом смысле, мне кажется, это результат того, что они усвоили, возможно, на примере ваших проектов, вот, это тоже такое небольшое признание, некоторые проекты, вот мы делали с Бигом в Вашингтоне, в городе Арлингтон, через реку, мы пользовались тоже ссылками на ваши проекты, то есть я спроецировал для команды, потому что российская архитектура менее известна, вот, но мы использовали тоже кирпич, глазированный, правильно сказать, для облицовки, в том числе, и нависающего консольно вывешенного здания, это здание школы было, вот, и мы смотрели на ваши проекты, когда кирпич просто скользит по всем поверхностям, вот, так что это такое влияние, которое расходится кругами по этому миру информационному, видите ли вы, видите ли вы вот в новых зданиях, которые вам нравятся в Москве, какие-то отголоски такие? Ну, сложно сказать, я думаю, что в мире делается очень много разной архитектуры, и каждый архитектор выбирает себе то, что ему нравится, а где уж он впитал это, в журналах, или глядя там на чьи-то постройки, это уже, в общем, на самом деле не важно, потому что сейчас вся архитектура находится в одном каком-то информационном поле, это информационное поле там и в Пинтересте, там можно посмотреть и можно смотреть, заглядывая в какие-то глубины своей собственной души, или там, или путешествуя по миру, это неважно, важно, что все, что мы делаем находится все равно в одном каком-то информационном пространстве, поэтому, и я, например, всегда щедро делюсь не только результатами своей постройки, но и результатами своих проектов, исследований, процессов, да, поэтому я публикую достаточно много материалов, информации на своем сайте, и щедро с этим делюсь, потому что ну как бы чего там, чего прятать, чего скрывать и так далее, потому что, ну, мне кажется, что чем больше будет хорошей архитектуры, тем лучше будет для всех, поэтому, мне кажется, сайты для, сайты ведь не только для заказчиков, чтобы заказчики смотрели там, им нравились какие-то дома, они приходили к тебе, сайты и в том числе там и для студентов, и для молодых архитекторов, и для зрелых архитекторов, и для там, глав городов и так далее, вот совсем недавно была какая-то глубокутная история, ярославский мэр захотел построить в Москве, не Москве, в Ярославле школу и в качестве примера показал проект моей школы в садовых кварталах, весь город возбудился страшно, что у нас будет такая красивая школа, но потом он написался, нет, что эту школу спроектировал Сергей Скуратов, но нам хочется вот не менее красивее, что-то похожее, но это тоже приятное. Они с вами связались или это просто нет? Нет, я случайно там нас увидел где-то в сетях, ссылку бросил, я просто увидел свою школу и связи как раз с Ярославом, потому что я ничего не проектировал и увидел фотографию своей школы, очень удивился, стал разбираться отлично. Так что влияние даже не построенной хорошей архитектуры, которую мы публикуем, продолжается, да. Очень важно. В завершении кирпичной темы, мне кажется, она настолько сейчас стала популярной тоже, и вот этот монокирпичный, и в том числе под влиянием ваших проектов в 2010-х годах, именно потому, что она совпала, попала в нерв или в какое-то перекрестие именно московской темы. Мне почему-то как зрители так кажется. То есть что-то в этом есть, не интернациональное, а локальное, что правильно как-то отвечает на запрос московский. Думаю, что надо подождать какое-то время, мы посмотрим, потому что сейчас московской архитектурой занимается большое количество молодежи, молодых бюро, и посмотрим, как это у них получится, потому что очень много пока всего на бумаге, надо подождать, пока это все будет построено. Потому что тут вопрос еще масштаба строительства, конечно, потому что конечно, когда ты строишь гигантский комплекс, 100 тысяч квадратных метров, и здание высотой больше 25 этажей, то наличие кирпича вовсе не обязательно. Потому что кирпич тот материал, который можно ощутить, увидеть. Можно соотноситься с масштабом здания. То есть там 10 этажей, мне кажется, это какой-то предел. Дальше можно либо переходить на бетон, либо на какую-то другую керамику, либо что-то еще такое. Но в общем тактильность кирпича, она же какая-то визуальная разнообразие, мне кажется, что где-то до 10 этажей больше. Больше нет смысла. Даже если он там светлый какой-то. Ну там 12 этажей. Он еще дает на самом деле еще конечно дает такую качественную оболочку, которую потом лет 50 или 100 вообще никак не трогать. Хотя технология вентилированного фасада с утеплителем, она конечно немножко вселяет какое-то такое немножко волнение, потому сколько продержится этот утеплитель неизвестно. Рассыпется ли он, не сцепется ли он вниз и так далее. Как потом туда вставлять. Но это отдельная история. Моя ассоциация, которая... Глобальная, может быть, ну не знаю. Мы же все думаем, что наше здание простоят не меньше 100 лет. Показывает, что лет через 50 уже здание начинает ломать. если здание любят, мне кажется, если оно приходится, то люди сами начинают его защищать, и оно получает дальнейшую жизнь, если оно правильно приходится к месту. Ну да, хочется, чтобы все-таки это были не их проблемы, потому что когда люди покупают квартиры в доме, они в какой-то момент не столкнулись с серьезнейшей проблемой ремонта этого дома. Хотя современные технологии позволяют так сделать, что можно будет заниматься только косметикой или заменой пушнерии, ну или в случае смены функций, там, конечно, такие глобальные истории. Но в целом одежду дома хочется, конечно, сохранить, хотя тоже на самом деле очень часто сталкиваемся с проблемами, когда задач берется здание 60-х годов, снимается весь фасад и делаются новые фасады, то есть в Париже какие-то новые лоджии, балконы, новые фасады, и дом получает совершенно какой-то другой вид, другую трактовку и другую жизнь. И это нормально. просто к этому надо научиться относиться спокойнее, потому что мы все-таки сформировались в эпоху такой индивидуальной авторской архитектуры, и поэтому у нас отношение к своим зданиям как к детям, которых хотелось бы, чтобы нас пережили и жили долго и существовали в том виде, в каком мы их придумали. это все-таки наш немножко такой эгоцентризм. Современное поколение архитекторов немножко по-другому относится сейчас к архитектуре, более, скажем, рационально, может быть, более прагматично. И понятие авторской архитектуры у них скорее вызывает такое немножко оскоминное неприятие. Это такой тренд такой. Собственно, поэтому все звезды суперстар супер архитектуры они поэтому сейчас становятся немодными в этом смысле. Смотрите темы всех Биенале, там нет суперстар. Гремела немножко эта тема. Да, как-то уже закончилась немножко. Хотя мы все знаем эти фамилии, имена Конкурха, Жанну Вейль, Норман Хостер, Рен Цепьяно и так да. Биг тоже попал в эту компанию суперзвезд успел так же как и Тадаланда, Уксас, ну и Герцико Домирон и так да. Заха ходил, находясь в ином мире, все продолжает быть суперзвезд. Да, продолжает. Это, кстати, феномен отдельный. Хочется, конечно, верить, что какая-то локальность, которая позволит стилям быть уникальным и свойственным городам, в которых они воспроизводятся, она все-таки восторжествует. То есть, может быть, то, что вы говорите, какой-то такой закат времени Star Architects, этих вот звездных архитекторов, связан с тем, что международный стиль, какой-то такой усредненный стиль, он уже приелся, и люди хотят чего-то более спокойного, но более как бы под них спроектированного, чего-то уникального. Хотел бы перейти здесь. Я просто хотел бы два слова сказать, что это все равно временная история, потому что все равно авторская архитектура нужна, потому что я не знаю, я бы скорее сказал, что вот интернациональный стиль, и это и есть усредненная архитектура, которая делается по шаблону, по шаблону, исходя из просто такого алгоритма, когда находится самое правильное, самое рациональное решение с точки зрения эко и всего остального. А архитектура, которая все меньше, она все равно решается по каким-то другим задачам и другим цереполаганием. И все равно художники, авторы, они никуда не делись, у них у каждого свой стиль абсолютно, ты никогда не перепутаешь Фостера с Рен Цепиано, никогда. Герцога Демирона не перепутаешь с Вольфом Приксом или с Томом Мэйном. Марио Ботта во всех своих постройках остается Марио Ботта. Это авторский стиль, который суть сути, и он никуда не девается от архитектора, от его мастерской, и они все равно продолжают транслировать этот стиль, не потому что они Анда, он так думает и все. В любых постройках, во всех постройках он везде Тадаван. И везде он одинаков с одной стороны узнаваемый, с другой стороны он везде уникален, прекрасен, и так же, как уникален Фрэн Герри, который был основным провокатором или основным возбудителем авторской архитектуры, я имею ввиду его, Гугенхайм Бельбао, собственно, мне кажется, с него пошла уникальная авторская архитектура, как предмет торга, как предмет... Вот вы говорите узнаваем, узнаваем, но уместен ли, то есть нужен ли Москве Тадаландо, например, то есть Тадаландо хорош в Японии, там, где это абсолютно ложится по месту, по философии, по восприятию людей, но если начать тиражировать, не то, что тиражировать, а просто под давлением моды продавливать эти проекты в города, которым это неорганично, может быть, это там как раз, где это есть то место, где авторский стиль начинает давать осечки. Ну, не знаю, я видел Анды много где, я видел Анда в Милане, он прекрасен, прекрасен там в Милане, я видел Анда в Венеции, мы все видели, это тоже замечательно, я видел Анда в Париже, это тоже прекрасно, Швейцария, Швейцария, да, много где, но везде прекрасен, везде уместен, везде уместен, вот, единственное, где я его не видел, я не видел в Японии, поскольку я не был в Японии ни разу, к сожалению, пока еще, вот, но во всех остальных местах абсолютно уместен, так же, как и другие архитекторы, в случае с Россией, как бы, вынесем за скобки, потому что Россия немножко сложнее, потому что российские заказчики покупают заморского архитектора со всеми его потрохами и хотят, чтобы вот он продемонстрировал какую-то вот свою, не просто свою какую-то вот такую органичность, да, а добавил еще какую-то экстралагантность и уникальность, которая, может быть, и не нужна. Ну, кстати, недалеко от Захарова будет сейчас здание МВРДВ. Я их очень люблю, это очень хорошие ребята, но у них какое-то свое собственное личное прочтение контекста, скорее, какое-то, может быть, литературное, нежели пространственное, и все их вещи, которые они, все их постройки, которые я знаю, видел, они скорее на какой-то вот такой вот шутники такие. Ну, шутники-то, да, нет, но они такие, да, немножко провокаторы, там, чего стоит только вот этот вот дом для престарелых в Орсдорфе, совершенно замечательный, 97-го года, по-моему, 95-го, даже не помню. Вот, но вот у них вот этого пространственного чутья нет, и они его в себе как-то не не выращивают. Не культивируют, да. Да, не культивируют. Но это, мне кажется, это может быть умышленно, потому что локальные темы в Европе, они, мне кажется, людей сейчас немного пугают, потому что это все связано как бы с каким-то там духом национальной культуры, которая сейчас все еще все равно в тени, и вслух про нее говорить пока что не принято, потому что 20-й век оставил такой очень горький осадок. И мне кажется, да, и эта веселость и такая интернациональность она может быть у МВРДВ, у Бига красоту, и оттуда пока что все еще исходит. Сергей Александрович, мне хотелось бы последнюю тему поднять, собственно говоря, созвучно вашему имени, Сергей Скуратов, и вопросы, которые в ней идут, это какие внутренние задачи стоят на повестке развития вашего художественного стиля, потому что он развивается и по проектам, даже по вашему сайту можно увидеть, что эволюция, она идет, продолжается. Какие темы и книги, это мне очень интересный вопрос, какие темы и книги вас занимают, и книги вы читаете, и на какими проектами работаете, и о каких не читаете? Давайте так, начнем с книг. Книги я читаю все те, которые считают люди сейчас. Я специальных архитектурных книг не читаю. Я в какой-то момент немножко разочаровался в этом жанре, книги об архитектуре и тексты об архитектуре. Они как-то существуют отдельно, архитектура существует отдельно, а книги и тексты об архитектуре существуют отдельно. В какой-то момент, в общем, мне стало не очень интересно все эти книжки читать. И были несколько попыток чтения таких книг по теории архитектуры. В общем, я понял, что это не мое и мне это как-то не очень интересно. Много-много лет назад, ну, немного, но, в общем, десяток лет назад я прочитал книжку источника архитектора Говарда Рорка. Она легла, легла. Да, может быть, что-то подпортило, но как-то легла. Я подозревал. Я подозревал. Но над чем мы сейчас работаем и вообще, да, но в каком направлении движемся? Ну, меня сейчас тема даже мономатериальности как-то не очень волнует, потому что она как-то получается сама собою, да, то есть она возникает как, ну, как уж как производная тех или иных решений, но я пытаюсь добиться какой-то абсолютной какой-то композиционной целостности, лаконичности и простоты в своих проектов. Вот я движусь, движусь в простоте. Может быть, я движусь по направлению как раз к тому старому классическому модернизму, который был, только с уже всеми теми своими личными пристрастиями, предпочтениями, своим характером, вот какое-то новое, новое освоение. Ну, это вообще, не знаю, модернизм это уже сложно назвать, потому что, в общем, композиции достаточно эмоциональные, достаточно рациональные, но с другой стороны построены немножко даже по другим принципам, то есть они все взаимодействуют с контекстом, очень-очень точно дают ответ на вызов городостроительной ситуации. Если там доминанты, то они абсолютно выверены и с точки зрения места, и с точки зрения их ориентации, с точки зрения какой-то темы фасадов. Темы фасадов тоже, в общем, рождаются из двух источников. С одной стороны, из технологий, из каких-то функциональных предпочтений, потому что там тот же небоскреб имеет кучу всяких особенностей, из климатических особенностей и так далее. Понятно, что из соображений там экономики, потому что девелоперские проекты, каждый проект уложить в тот или иной бюджет. Вот, но все равно в каждом проекте ищется какая-то своя собственная какая-то черта, характер, изюмина. Это очень сложно, потому что проектов много и сохранять какую-то индивидуальность, сохранять какую-то яркость. Уникальность надо в каждом проекте, потому что каждое место достойно любви, каждое место достойно вот такой вот заботы архитектора и какого-то уникального решения. Степень этой яркости, этой уникальности, она везде разная, она тоже продиктована контекстом, местом, она тоже продиктована рассуждением о разности города. Но тут еще надо понимать заказчиков, потому что каждый заказчик хочет извлечь максимум прибыли из того места, в котором вкладываются. У всех заказчиков разные ситуации, у всех заказчиков разные возможности, поэтому надо дать максимальный выход из той ситуации, которая есть. Но ни в коем случае не перегнуть палку, потому что ты можешь сделать просто неуместный проект, может сделать неуместные решения, которые там будут перетягивать на свою сторону обеяло и окружающие дома почувствуют себя изгоем. Много-много лет я эту тему сформулировал еще, когда строил дом в Зубовском проезде, когда делал достаточно скромные одежки, потому что вокруг, в общем, была достаточно, хоть это и центр Москвы, но вокруг была такая, в общем, достаточно скромная. Неяркая, да. Неяркая, да, и выпендриваться очень не хотелось. Вот эта вот степень выпендрежа, условно, грубо, степень этой яркости надо, конечно, понимать и надо ее давать своим сотрудникам, объяснять, рассказывать, делать какие-то физы и воспитывать единомышленников, что, в общем, я уже делаю в течение почти пятнадцати лет, даже не пятнадцати, нет, двадцати уже, почему? Двадцати, да, мастерская со второго года, значит, уже в следующем году будет двадцать лет. Вот, и поэтому проектов много, проекты есть высотные, есть проекты не высотные, вот в Минске, например, мы строим большие. Не видел его на сайте. Есть он на сайте, да, немножко какой-то отголосок арт-хауса, чуть-чуть, но там таких арт-хаусов двадцать с лишним штук. Современных? Современных, да, они все разные, они там светлые, темные, там место такое очень интересное, там бывшее троллейбусное депо, с перепадом рельефа, в общем, такой сложный проект, он уже строится, вот, скоро там через полгода будет задавать в первую очередь, в общем. Любопытная история, вот, очень интересный, очень сложный дом мы сейчас строим, одновременно как бы простой, но такой необычный, мы строим прямо за арт-хаусом. Второе пришествие на эту же территорию, это такой, Никола Воробинский такой, Пресненский один он называется. Вот идет стройка. Заканчиваем строительство небоскребов на Краснопресненской. В сентябре начнется стройка в Антауэр, это 445 метров небоскреб, это такой, как крыло, это в Сити. А, это как крыло такое белое, да? Да, как крыло белое. Он закроет, он прикроет, как бы этим крылом некоторые, да, из существующих там. Чуть-чуть прикроет, да. Вот. Что еще? Значит, Софийская набережная уже заканчивается в стройке почти, медные мы закончили. Что у нас сейчас еще в строительстве? А, Фонченко начали строить, да, уже там полным ходом. Это на Поклонной горе, вот этот комплекс. Вот. И несколько проектов сейчас в стадии архитурной концепции. Вот мы сделали большую, большой мастер-план на Северный порт. Его еще пока нет на сайте. Сделали такую предконцепцию. Я думаю, что в ближайшее время мы там договоримся с заказчиком, может быть, мы расположим эти, разместим эти материалы. Мы здесь, там около миллиона квадратных метров, высотный комплекс. Мы сейчас сделаем концепцию первой, первой очереди. Там такой симпатичный получается проект. Сделали очень много конкурсов, наверное, с десяток конкурсов, с десяток массингов в разных местах Москвы. Вот ждем результатов. Так что несколько загородных домов строили. Сейчас очень насыщенный процесс идет. И еще вот в перспективе несколько таких очень больших проектов на развитие таких больших территорий. Там по 26-30 гектар. Это как бы вслед за садовыми кварталами развитие. Да, но садовые кварталы мы практически закончили, потому что сейчас идет стройка последней части центральной зоны. Школу делаем не мы. И пятый квартал там, да, не мы. И вторую часть, заднюю часть второго квартала делают другие бюро, которые изначально планировались там к работе. Поэтому мы свою работу с садовых кварталов закончили. Закончили, да. Это было, кстати, самое яркое впечатление моего предыдущего приезда в Москву, как раз садовые кварталы. Они два года назад все равно еще были в процессе. Но очень понравилось это протощение перехода, когда с Фрунинской просто в формате прогулки постепенно вливаешься в эту среду. Потому что очень, несмотря на то, что она такая высотная, это плавное перетекание произошло. В общем, работы очень много, и моя задача на самом деле не повторяться. не повторяться, и все время ставить себе какие-то новые задачи. И эти новые задачи решать как-то достаточно интересно, ярко. Это непросто, конечно. Это очень непросто, потому что... Какую бы типологию, Сергей Витальевич, вы хотели бы еще попробовать из неопробованного? Это из больных вопросов, да? Ну, конечно, я хотел бы построить музей. Я бы хотел построить театр или концертный зал. Во всяком случае, я хотел бы построить пространство, в котором можно было от начала до конца решить все вопросы. И интерьерный, и интерьерный. Даже, может быть, экспозиционный. Вот. Очень часто интерьеров в этих зданиях, которые делаем мы, дают другим архитекторам. Тоже такая достаточно распространенная девелоперская практика. И даже когда интерьера дают четыре, например, то все равно, в общем, как-то обидно. Потому что у тебя совершенно все равно собственное видение этой ситуации. И ты понимаешь, что цельное произведение всегда лучше, чем произведение, в котором отдельные куски решали отдельные художники. Да, такая практика всегда была. Но от начала до конца хочется, чтобы что-то целиком, полностью было сделано. Как бы и экстерьер, и ландшафт, и интерьеры всех общественных мест, и так далее. Но можно сделать какое-то пространство с драматургией, с какой-то философией, как это может быть в музее, или в концертном зале. Это, конечно, мечта. Но вообще, на самом деле, мне грех жаловаться. Конечно, очень много реализаций, очень хороших реализаций с точки зрения качества. Хотя есть, конечно, отдельные такие моменты, которые немножко расстраивают. Но об этом не будем говорить, потому что не очень хочется. Сергей Александрович, спасибо большое за эту беседу. Я вам желаю, чтобы эти проекты вас нашли, или чтобы вы нашли их и победили в конкурсе. Желаю и вам, и нам, и Москве, и России, чтобы такие проекты сбылись, потому что, мне кажется, это будет жемчужина и для города, и для страны, и для вашего портфолио. И спасибо огромное за проекты, которые вы уже реализовали, которыми вы вдохновляли и меня, и мое поколение. То, что это не мое оценное было. И за эту беседу еще раз спасибо. Приятно слышать. Приятно, конечно, да, что кто-то отзывается на эти проекты. Не чисто функционально, потребительски, а с точки зрения какого-то влияния на развитие профессионального цеха. Мне кажется, да, в архитектуре в этом смысле как раз все хорошо, что люди друг к другу учатся. Но ваши проекты, мне кажется, они резонируют и в мир неархитектурный, и заставляют людей от профессий далеких относиться к архитектуре в России с большей любовью и большим участием и теплом. Потому что что-то в них выражается уникальное для Москвы. Москвич, могу это сказать. Я думаю, что у них есть такая важная вещь, как, может быть, честность, искренность. И, наверное, это самое важное. Потому что какая-то естественность. Потому что мне кажется, что когда человек сквозь себя все это пропускает и делает это как-то абсолютно органично, естественно, но получаются результаты... Потому что когда это все, ну, как бы коммерческий продукт, это немножко другая история. Вот, у меня все. Я очень рад, что беседа удалась. Я вам обязательно скину версию до того, как ее публиковать. Так что вы сможете посмотреть. Наверное, что-то надо сократить. Знаете, нет, на самом деле полтора часа – это идеально. Я вот сейчас в разных форматах общался. Вот тоже там два часа, немножко долго, 40 минут быстро, а вот полтора часа, мне кажется, сейчас такой самый расхожий. И потом, поскольку это вопросы, я смогу их поделить и отдельные, может быть, даже какие-то выложить ролики. Там, не знаю, вот семь этих вопросов, например. Ну, мне, наверное, не удалось рассказать как-то подробно там про свою связь как бы с модернизмом Скорбюзье, но, может быть, потому что это какая-то отдельная история, потому что там моя любовь, например, к капелле Враншан – это как бы вообще история отдельного такого диалога, потому что… Она почему-то у всех, она отдельная тема. Вот отец у меня про нее тоже отдельно говорит совершенно как про какую-то такую святыню какую-то, которая выделяется. Я ее, когда видел лично, я там часа четыре сходил с ума. История, которая действительно очень сильно трогает. Ну, у меня много таких историй было по жизни с архитектурой, но это было самое сильное. Это было, пожалуй, самое сильное, потому что… Ну, почти такая же, как собственное ощущение, когда впервые попал на Афинский Акрополь. Вот пример. Или там, или стоял рядом с римским пантеоном. Или когда смотрел на форумы Рима. Пантеон, вот пантеон Акрополь и капелла Враншане – это вот такие очень близкие вещи, наверное, которые очень сильны в памяти. Ну, и первое, конечно, первое попадание в центр Парижа, когда ты садишься в подземку, там, в Шарль-де-Голле, поднимаешься наверх и видишь перед собой собор Ноттердам. Не трогай. Например, то же самое. Первый раз в жизни. Ну, много таких, кажется, впечатлений было. Очень приятно. Ну, такие свежие, архитектурные впечатления. Нет, они разные. Они и архитектурные, и градостроительные, и чисто туристические такие. Да, ну, там, 87-й год. Мы на большом корабле заходим в Венецию. Это ваше дело. Вы первый раз в Венецию приехали не на самолете, на корабле? Нет, нет. Вот на корабле в 87-м году, когда мы вообще тогда, это же Советский Союз, вообще не предполагали, что мы вообще туда пропадем. Тогда же были там и Афины, и Сиракузы, и Венеция. Что там еще, и Сплит, и много чего еще. Все эти моменты, конечно, закладывают в тебя какую-то мощную энергию, которая потом позволяет ею питаться в течение многих-многих лет. Как-то они тебя формируют как человека, какие-то собственные представления о красоте, о гармонии. При этом для вас это не воспроизведение, а это именно как бы энергия для переплавки. Да, это источник. Это источник. Самый источник, который плюс современная архитектура и плюс собственный опыт, который тоже становится источником. То есть это как бы такой запас, некий запас знаний, запас точности, прочности, запас каких-то выводов, подкрепленных уже постройками, решениями, реализациями, которые в той или иной ситуации позволяют просто принимать очень быстро правильные решения. Избавляют от какого-то ненужного количества ошибок, ложных путей. Нету какого-то одного рецепта. Нет, рецептов нет. Рецептов нет, но рассказать об этом можно, но научиться этому можно только вместе работать. В этом, собственно, вся суть. суть профессионального обучения, это просто некая демонстрация какого-то собственного метода и погружение в этот метод и знакомство с этим методом, а потом ты можешь познакомиться с другим методом, можешь познакомиться с третьим и так далее, выбрать, что тебе больше или как бы скомпилировать из этого что-то. Вот. Так. Здорово. Я очень доволен результатом. Спасибо вам огромное за беседу еще раз. Хорошо. Спасибо. И всего хорошего. Надеюсь, что получится вживую тоже когда-нибудь с вами. Я надеюсь, конечно. Хорошо. Счастливо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.